Ну что, друзья, я хочу рассказать вам про приключения этих двух коробок, которые приехали ко мне спустя 8 месяцев из Японии. Вот в них должны быть целые невредимые пластинки Tango. Они были отправлены из Токио 21 ноября. И вот сегодня, 23 июня, я наконец-то их получил. И решил записать для вас это видео, как я вскрываю свои любимые покупки своих любимых пластинок. Поехали! Начинаем! Многие задают мне вопрос, а они целые приехали? Все ли целые доехали? Вот сейчас, ребята, узнаем. По предыдущему опыту получения пластинок из Японии, я могу сказать, что все прекрасно всегда упаковано и пластинки приходят в целости и сохранности. Если ничего за это время пройти, то нечиться не должно было. Но мы всегда сидимся на наших ударах и видим, сколько хорошего. Так. Отлично, все упаковано. Продеваем. Мммм. Упаковка в упаковке. Как же я ожидала. Ну что, мы глянем. Первый упаковшийся. И так, что же мы достанем, интересно, отсюда? Достанем мы отсюда вот такой вот сборник, я так понимаю, тут два. Там, в Аргентина, с 17 по 40 год. Вот. Ох, с буклетом. С отдельным буклетом. Все, естественно, на японском. Яндекс.Транслейтер нам в помощь. И внутри у нас, я так думаю, две, может быть, три пластинки. Две. Две пластинки. Обе моно. Очень хороший знак. Это значит, что они были записаны без искажений. Точно от какого-то коллекционера. Абсолютно новое. Я могу сказать, что практически все пластинки, которые приходят из Японии, они в фантастическом состоянии. Потому что, видимо, продажные попоздают от тех людей, которые сегодня были рекреационеры, не диджеи, а не какие-то слушатели, любители послушать танго на виниле. Поэтому они хранились все это время. Нет, это другая серия. Это «История Дель Танго». Это тоже сборник. Тоже в отличном состоянии, как и упаковка, так и внутренние вкладыши. Этот, кстати, вкладыш гораздо толще. Здесь куча всяких интересных историй, фотографий. Оркестров. Ну, в общем, Оркестры к Ланадриенцу. Карлос Десарли. Роберто Пеженеччи. Ну и всех, всех, всех остальных. Здесь интересный красный внешний конверт. То есть, помимо основной упаковки, еще красный конверт. Давайте скрываем эту пластинку еще. Антистатический внутренний пакет. То же самое все. В идеальном состоянии, как будто бы только что с завода. Тоже записано пластинком воно. Это очень хорошо. Это просто великолепно. Я вижу, тут еще третий сборник есть. О, вот это я искал, на самом деле, очень часто встречал на магазинах по отдельности. Каждая пластинка отдельно. Здесь, видимо, все собрано вместе. Это на фирме Philips записано. Здесь качество просто фантастическое. Диски все записаны на Philips. Они отличаются очень-очень крутым качеством. Вот. Здесь немножечко пожелтевший вкладыш. Ну, здесь нет ничего интересного. Тут, видимо, только слова. Но, кстати, эти слова есть и на испанском. Всех песен, которые здесь присутствуют. Тут чуть-чуть пострадали они. Хранение, конечно, конвертами внутренние, антистатические. Но тут три пластинки в сборнике. И состояние пластинки абсолютно совершенно неиспользованное. Просто, просто жир, как мы будем говорить. Так, двигаемся дальше. Антология Дель Танго. Класс. Три сборника. Давайте в другой конверт заглянем. Другой пакет. Что тут у нас еще есть? Что там тут у нас? Так. Это Armando Pantier. Тоже в хорошем внешнем. Видите, это серия Gloria Дель Танго. Это пластинки, выпущенные непосредственно записанные в Японии. Открываем, проверяем. Абсолютно новое. Нет, друзья, это не переиздание. Тоже меня многие спрашивают за переиздание. То есть, современное переиздание старых пластинок нет, друзья. Это все тех самых лет, когда это записывалось. С ценой. С указанием цены на самой пластинке. Как в советское время нас любили. Любили печатать ценник один для всей страны. Вот такой вот у нас достаемый Anibal Troilo. Это пластинка аргентинская. Это, видимо, кто-то купил в Аргентине. Привез ее в Японию. И затем она приехала в Россию. Представляете, какой путь проделала эта пластинка. Вот мне интересно узнать ее состояние, в каком она на состоянии находится. А затем, конечно, интересно будет ее послушать. Пластинка в абсолютно идеальном состоянии. Абсолютно. Ни одной царапины, ни ничего на ней нет. Такое найти даже в самой Аргентине очень сложно. Но, опять же, повторяюсь, нужно слушать. Потому что я, честно говоря, именно с этой пластинкой не совсем знаком. Потому что в самой Аргентине абсолютно разного качества пластинки издавались на разных фирмах записи. Иногда, вот здесь указана фирма Camden, иногда качество хорошее у этой фирмы. Иногда не очень. Иногда прям супер прям эталонное. Вот это все зависит от многих факторов. Так, что-то закончилось. Еще, 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 еще. Дарь Емсона, экспорт. Это тоже аргентинская пластинка. Вот тут, кстати, я могу сказать, что обложка пострадала достаточно, ну так, серьезно. Видимо, я предыдущий даже обладатель ее подклеивал. Но нас больше интересует то, что внутри. А внутри нас встречают снова отличное состояние винила. Вот здесь точно запись хорошая, потому что это RCA Victor. Вот здесь должно быть все неплохо по качеству. Вот, но мы починим обязательно конверт. Ну, в принципе, он внешне ничего еще себе. А вот внутренний, видите, бумажный, старый. У него уже лет, наверное, 40-50. Его нужно будет просто заменить на современный антистатический конверт. Так, давайте пойдем дальше. Что тут у нас? Я так сейчас, чтобы... Вот этот диск я очень хотел. Вот этот диск я очень хотел. Оркестр Камоса Лазари. Вот это мне очень... Я прям долго его ждал. Я его очень хотел. Он записан в Японии. Здесь 100% крутое качество. И это я прям буду слушать, наверное, в первую очередь. Из того, что пришло. Что пополняем, значит, запасы Аннибала Тройла. Это пластинка с Флориалем Руизом. Класс. Она, по всей видимости, еще и двойная. Ой, это вообще... Это просто сказка. Это просто сказка. Это пластинка аргентинская. Я могу переворачивать, показывать. Это пластинка аргентинская, двойная. Судя по тому, как исполнена обложка и то, что она двойная, это, видимо, все-таки какая-то серийная пластиночка. И, скорее всего, на ней запись должна быть очень-очень даже хорошая. Посмотрим на состояние самой пластинки. Заводская. Абсолютно новая. Ни одной царапины нет. Ни одной погрешности я не вижу. Класс. Это прям очень крутое пополнение моего Тройла. Тройла у меня, как вы видите, наверное, с Дориенца примерно одинаковое количество. Но Тройла будет еще много. Так что у меня в Японии осталось еще какие-то коровки, которые ждут более благоприятных условий для транспортировки, когда почта начнет, морская, лучше работать. Три коровки там у меня еще меня ожидают. Так, вот из серии Франциско Канара. Вот есть такая серия. Их там я не буду брать. Порядка тоже 13-14, может быть, 12 пластинок. И они все записаны по годам. Вот. Это третья часть. Это с 33 по 37. Вот. Конечно же, в идеале их собрать все. Иногда я вижу, как продают некоторые продавцы прям всю серию. Но не всегда, точнее, ни разу еще не удалось успеть купить. Тут, по идее, это Odeon. Качество. Ну, ребят, я больше не буду просто даже показывать вам на состоянии пластинок, потому что она абсолютно новая у всех. Пластинок, которые по мне приходят из японии. Ну, а я вспотела чуть-чуть, на самом деле, сам волнуюсь, потому что, ну, а будет какой-нибудь сюрприз, да? Все-таки меня ждет, когда открываю коровку. Я, конечно же, не буду скрывать все пластинки сейчас и показывать вам. Чуть позже я, наверное, все-таки запишу видео, как эти пластинки звучат. Вы сможете посмотреть на моем канале. Russian.com. В YouTube. На моей страничках. Давайте пока откроем вторую коробку, потому что я открыл только одну коробку, да? Кстати, мы потом посмотрим уже по-позже вместе с нами. А сейчас мы пойдем в вторую коробку. И снова упаковка упаковки. Для того, чтобы пластинки в пути не намокли, в ни в коем случае, да? Они еще в пакетах защитных. И тут снова у нас очень много-много всего интересного, скорее всего. Здесь еще помимо пакета дополнительная упаковка. Вот такая, да? То есть, понимаете, все упаковано на славу. Все упаковано так, чтобы никаких происшествий в дороге с пластинками не произошло. Потому что на них сначала уйдут морем, потом летят самолетом, потом едут поездами. Ну, в общем, пути к загадочам и неизвестен, особенно в последнее время. Так. Ну, я думаю, все распечатать не буду. Возьмем, что-нибудь. Достанем. Я даже не понимаю, что мне достать. Даже не знаю. Тут все такое вкусное и интересное. Ладно, достаем тут вот что-нибудь. Да что, что ты не достаешься-то? Давай сразу несколько достанем, тогда... Отличная пластинка Салгана. Рассиасалган, да? Знаете, кто это? Я его часто ставлю на своих встречах. Вот, пока еще не ставил на мелангах. Но я думаю, мы соберем какую-то крутую специальную танго. А вот это пластинка, которая относится к серии. Это Alma. Это тоже японский производитель, который печатал в Японии после 183 года. Это клуб танго Аргентина. Они печатали очень много интересных пластинок. Они отличаются вот таким оформлением. Все оркестры выходят в подобном оформлении. То есть тоже очень ценная пластинка, потому что запись на ней 100% фантастическая. И такого нет даже в самой Аргентине. Так, тут у нас такая полстенькая лежит. Это видимо тоже сборник какой-то. С красивой женщиной, все, иеролик, иеролик, иеролик. Ладно, посмотрим, посмотрим, что там. Так, 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 так. Это мы не будем с вами обсуждать. Так, 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 так. Это мы тоже не будем обсуждать. Что-то хочется такое достать, чтобы прям и шух. Так, так, так. Здесь какая-то она должна быть очень много. Так, так, так. Так, 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 так. Так, 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 так. Вот такая крутая пластинка, она аргентинская, и я ее очень хотел, потому что на ней очень много крутых там рук, и вообще и вальсы тут красивые, и тамы здесь красивые, очень крутые. И это 36-37 год, это классная пластинка, привезенная японцам, блин, из Аргентины в Японию, веснова перекочевавшая, то есть понимаете, да, качество идеальное, как я вам говорил ранее на всех остальных пластинках. Это очень прям круто, вот такую аргентинскую пластинку найти в Аргентине в таком состоянии можно, но очень дорого, очень дорого, намного дороже, чем даже в Японии, вот, аргентинцы тоже просекли ценность. Вот такая крутая пластинка биаджи, наконец-то, да, вот биаджи мне тоже очень ценен, потому что у меня по биаджи отставание сейчас в данный момент происходит, и это крутая пластинка. Это тоже аргентинская, конечно, надо слушать качество, естественно, что состояние крутое. И на последок я вот такую пластинку покажу, это тоже аргентинская пластинка, у нас эти вот разные, кажется, аргентинская пластинка из Японии крихла больше. Это Карл Десаль, Десаль и Альберто Падеста, вот, я тут прям самый жир, надо, капича бланка, мотива сентимента, ту, л, сел, ту, бам, снидогаучер, здесь компасы, алькомпасы де лун конкурацион, здесь просто вообще, все, что мы любим с вами танцевать, все, потому что мы любим с вами находиться на Милонге, то, что у нас создает ощущение классного вейва классной онды, давайте посмотрим на состояние. Значит, скрываю, а там все поцарапано. Ужас же, да? Ничего подобного. Абсолютно новая. Монозапись, то есть здесь 100% никаких искажений. Это RCA, фирма, все, я счастлив. Здесь уже лежит столько всего, что я уже абсолютно счастлив от того, что обладаю этими деревянками Милонга. А я не открыл еще и не посмотрел даже десятой части этого богатства, которое ко мне приехало, наконец-то. И я буду с огромным удовольствием, большой радостью ставить это все для вас, если запихнуть пластинку обратно на тех Милонгах, на которых мы будем с вами видеться. Вот. Ну все, до новых встреч. В следующий раз я запишу для вас что-нибудь уже, чтобы послушать это, как это звучит. Конечно, это нужно слушать живьем, вот. Но на Ютьюбе тоже послушайте, что такое Милонг. И заходите, подписывайтесь на мой канал, на наш канал, Рашингтонный Клаб, в соцсетях, в Ютьюбе, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме. Всем пока, до свидания.